Ты не поверишь своим глазам, когда я тебе покажу, как обновили убийцу Among Us и Suspects. Игра, которая называется SuperSus. К сожалению, она только на английском языке, а пока что и скачать её можно только из TabTab. Это такое приложение, которое качается на Android, и в этом приложении куча разных игр. И именно там находится эта игра. Но ты сейчас просто будешь в шоке от того, что разработчики сюда добавили. Сразу спойлер, пока ты не ушёл. Конструктор собственных карт. Это как минимум только одна вещь, которая уже заставила меня просто вот с такими глазами смотреть на то, что происходит здесь. Короче, прямо сейчас подробнее обо всём в этом видео. Также, ребята, мы попробуем создать свою карту в этой игре. И эта карта будет особняк подозреваемых. Но, ребята, в этой игре также добавили ещё и сезонный пропуск. Первый пас в этой игре. И просто вот сейчас вот. Чекай просто, что я тебе сейчас покажу. Это даже до всякого вступления, до всего. Просто посмотри. Это меню. Это, понимаешь, это главное лобби. Просто посмотри. Это мобильная игра. Насколько круто это сделано. Вот. Отпускаем. И всё возвращается на свои места. Просто ты можешь крутить это всё. Ладно. Короче. Ребята, ну тут очень много всего. И я просто... Я не знаю. В общем, ставь лайк на это видео. Я хочу много видосов записать по этой игре. Потому что здесь добавили подарочные коды. Которые я тоже для вас выбью по любас. У вас будут подарочки и всё. Я думаю, что я сейчас задоначу ещё и на пропуск. Потому что он очень имбовый. Здесь очень много новых ролей. Много всяких ежедневных заданий. Турниров и прочего. Короче. В общем, сегодня поподробнее обо всём мы просто поговорим. Во-первых, ребята. Сейчас лунный новый год. Вот у них весенний фестиваль. И у них специальные вот награды, которые можно забирать каждый день. Просто заходя в игру. И в конце, в итоге, вы забираете вот этот вот топовый скин. Который вы видите на экране. Да? Вот он. Вы просто забираете его, если всю неделю будете входить в игру. Всё, ребята. Ну и плюс вот тут вот ещё награды. Которые можно надевать на голову. Различные вот такие вот. Ну короче, это такое. Это просто каждый день вам нужно заходить в игру. И получать такие вот награды. Плюс вот эмоции вдобавок с танцами. Со звуками. И так далее. В общем, это очень круто. Ладно. Но это всё по минималочке. Это такое. Давайте, ребята, теперь посмотрим на новый сезон. Суперпасс. Давайте откроем. Я его просто так чекнул. Но ещё не просматривал награды. Вот просто первую страницу увидел. Ребята, просто чекайте. Это скин Харли называется. Просто посмотрите. Сразу же для обладателя пропуска. По-моему, он стоит что-то около 10 баксов. Вот что-то в районе этого. Но мы сейчас посмотрим награды. И посмотрим, стоит оно того или нет. Но как минимум, первый скин из этого пропуска на первом уровне. Уже просто вкатывает. Уже огонь. Сейчас мы, ребята, с вами дойдём ещё до конструктора карт. Я тоже вам покажу, как это всё там делается. Ну просто. Это, я не знаю, это пушка. У нас есть как платные, так и бесплатные награды. Я сейчас быстренько пробегусь по пропуску. И дальше мы пойдём обозревать ещё больше, что там вообще есть. Новые роли, новые карточки, новые ящики. И, конечно же, самое главное, нам всем прислали подарок. Поэтому, как только ты зайдёшь в игру, у тебя появится личное сообщение, в котором ты сможешь забрать крутой подарок. И мы его откроем после того, как мы просмотрим этот паст. Возможно, там выпадет персонаж, а возможно, какая-то новая роль. Короче, мы сейчас до этого дойдём. Ребята, смотрите. На третьем уровне платного пасса идёт новая анимация убийства. Чекай. Офигеть. Он просто вырвал сердце. Посмотри. Вот так вот это выглядит, ребята. Ну, блин. Ну, как можно до такого додуматься? Посмотрите, как чётко сделана эта игра. Ладно, пошли дальше. Это у нас что? Это у нас, походу, золотые звёзды. Это донатная валюта, с помощью которой можно донатить в эту игру. У нас сразу 60 штук. Дальше идёт у нас вот такой вот рюкзачок. Ну, как вы видите, ребята, эта игра выполнена в стиле Амон Кас, как бы, да. В принципе, тут и карты очень похожи, только сделаны в стиле 3D. Но самое главное, нас интересует, это именно конструктор карт, где мы можем создавать свои карты. Так, это у нас что? Это у нас, получается, что это такое? Это обои какие-то, да, у нас, можно сказать, как в Фортнайте прямо, да. Смотрите, какие эмодзи. Анимационные эмодзи, ребята. У нас 800, получается, вот этих звёзд стоит пас обычный, да. И плюс там сколько? 25 уровней плюс, это 1680. Ну, мы купим обычный пас и будем стараться его пройти до самого конца. Так, у нас тут вот ещё мега ящички есть, типа, я не знаю, как премиум ящик. Вот так вот он называется. Это делюкс ящик вот такой вот. С него может выпасть, ну, наверное, роли тоже, наверное, тоже скины и так далее. Так, ещё одна эмоция. Смотри, вот такую эмоцию можно юзать прямо в катке. Офигеть. А не только в катке, кстати, ребята. Здесь можно создавать лобби вместе со своими друзьями. Оно будет выглядеть примерно как в PUBG, как в Бравл Старс, как в Фортнайте. То есть, где у вас будете вы и четыре ваших друга. И там также вы можете юзать эмоции. Здесь плюс ко всему ещё есть голосовой чат также. Поэтому, ну, то есть, всё есть то, что мы любим. Так, это у нас рамочка для аватарки, тоже прикольно. Так, что-то у нас тут. Ещё одна эмоция. А, это не эмоция, это как мы будем стоять, получается, да. Да, это вот так вот мы будем стоять. То есть, вот это наша неподвижная поза. Вот такая вот будет. Так, это тоже можно выбить. Интересно, раньше этого не было. Ещё анимация убийства. Чего? Чего? На ракете? Что? Смотри. Офигеть. Ещё одна анимация убийства. Но мне кажется, вот та вот с вырыванием сердца была, по-моему, имбовая вообще. Так, ещё какой-то скин. Чего? Это что, Роза из Бравл Старс? Что это такое? Чекай. Чего? Эпический скин называется Дерево? Офигеть, посмотри. Это реально Роза из Бравл Старс. Посмотри. Здесь намешано просто всё. Так, ещё посмотрите, как офигенно анимировано. Блин, я в шоке. Так, идём дальше. Это у нас, опять же таки, карточка какая-то выпадает, пока не суть. Ещё ящик. Эмоция на вот этот эксклюзивный скин из этого пропуска. Ух ты, прикольно выглядит. Блин. Скины, конечно, здесь имба, эмодзи тоже. Так, здесь ещё, кстати, добавили новую карту. Это мы тоже потом посмотрим. Так, что у нас ещё? Опять золотые звёзды, 60 штук. Дальше. Это у нас что? Баунти Хантер. Ребята, это новая роль, которую добавили совершенно недавно. Я ещё не играл на этой роли. Я ещё не смотрел, что она может. Но мы в итоге посмотрим. В любом случае, если не в этом видео, то в следующем. Так, идём дальше. Это что? Анимация убийства новая. Так. Офигеть. Сколько здесь анимаций убийств в одном пропуске. Просто уже третья по счёту. Офигеть. Так, давай дальше. Это у нас просто загрузочный экран. Это что? Рюкзак на спину. Вот это топовая штука. Посмотри. Это тупо спайк. Что? Разработчики этой игры коллаборируются с Браво Старсом? Это реально спайк, ребята. Посмотрите. Ладно, идём дальше. Это что у нас? Опять же таки, поза, в которой мы стоим, называется стеснительный. Типа, вот так вот она переводится на русский язык. Так, давайте дальше. У нас ещё ящик один. И, похоже, у нас танец здесь, да? А, нет, это просто эмоция. Это не танец, это просто эмоция. Ладно, дальше идём. Ещё один рюкзачок. Вот такой вот большой. Прикольно. Так, дальше идём. Опять звёзды. И что? Нифига себе. Нифига себе. Это стиль, походу, скина на вот то вот первого скина, короче, который мы видели в самом начале на первом уровне. Вот такие вот волосы, косички, можно будет ей приделать. Кстати, они даже двигаются. Это вообще прикольно. Так, дальше идём. Ну, в бесплатном, как вы видите, ребята, тут даже комментировать нечего. Потому что, ну, тут такое, да? Как бы просто для поддержания халявной игры. То есть, да, фри-то-плей. Но тоже наград много. На каждом уровне, смотрите, в бесплатном тоже есть какие-то награды. Так, дальше у нас что? Чего? Кодос? Чего? Это что такое? Это какой-то новый скин. Я хочу этот скин себе. Посмотри, какой топовый. Это что за... Что это за одноглазый монстр такой, циклоп? Так, идём дальше, ребята. А, загрузочный экран на циклопа. Эмоция на циклопа. Блин, реально похоже на Бравл Старс очень. Дальше идём, ребята. 33 уровень. Посмотрите, уже 33 уровень. Ещё один ящик. Так, это что у нас? Анимация убийства. Ещё одна. Нифига себе, что? Новая анимация убийства. Так, дальше идём. Это у нас, опять же таки, поза, в которой мы можем стоять. Она рарная. Это не такая прям редкая. То есть, дальше идём. Новая эмоция. Танец, ребята. Нифига. Ты прикинь, это тупо Фортнайт в Супер Сасс. Что? Офигеть. Блин, даже музычка топовая. Так, давай дальше. Не, разрабы этой игры, ну просто, они пойдут далеко, если, ну, не перестанут разрабатывать эту игру. А как мы видим, ребята, очень многое изменилось в моего последнего видео по этой игре. Так, дальше идём. Опять же, стоечка, в которой мы можем стоять. Так, это у нас что? Офигеть! 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 Это же анимация убийства, как будто бы коллаборация из фильма Сияние. Если кто-то смотрел этот ужастик, ребята, напишите в комментариях. Это прямо оттуда, где главный персонаж, который сошёл с ума в отеле, начал пробивать двери к своей семье, получается, для того, чтобы их убить с этим топором. Это же именно эта отсылка, посмотри, какой имбаб, просто что! Ладно, идём дальше. Смотрите, в бесплатном какая-то интересная награда. Это у нас билет на роль, которая называется охранник. Так, дальше идём. В платном у нас опять 60, получается, старок. Это что у нас такое? А, это у нас, получается, обёртка на карточке. Так, ещё одна эмоция. Блин, прикольная эмоция. Кода слов называется. Это вот на тот скин одноглазый. Так, идём дальше, ребята. Ещё один ящик. Это, кстати, один из топовых ящиков. Это самый жирный. Так, нифига себе, скинчик. Нифига себе, скинчик какой топовый. Посмотри, анимация у него какая. Офигеть. Блин, я хочу все эти награды забрать, ребята. Они очень эпично выглядят. Так, ещё одна стоечка, в которой мы можем стоять, называется готов к войне. Так, дальше у нас опять же старочки тут идут. Что у нас тут ещё? Танец? Или это просто эмоция? Да, это просто эмоция, ребята. Дальше, рюкзак. Нет, это голова. Нифига себе. Что происходит в этой игре? Я просто в шоке. Так, давай дальше. 50 уровень. Ещё одна анимация. Офигеть. Выстрел из дробовика. Не, ну, прям не так эпично. Но всё равно, сколько анимаций убийства мы можем просто забрать с платного паса, который там что-то в районе 10 баксов стоит. Ладно, дальше идём. Ещё одна эмоция, ребята. Нормально сделано. Так, дальше у нас ещё старочки. Это, походу, рюкзак, да? Жалко, он не анимируется. Я думал, с него будут огни. Ну, хотя, мне кажется, если на нём бегать, мы посмотрим потом. Так, дальше у нас идёт загрузочный экран, опять же-таки. Блин, очень напоминает Fortnite, Brawl Stars и всё вот это вот вместе взятых. Так, ещё один ящик. И это, походу... А, это не последний уровень. Опять же, у нас стоечка здесь. По-моему, последний уровень, это 60-ый у нас. Ещё одна рубашка, получается, на карточке. Так, дальше у нас идёт ещё звёздочки. Ещё рюкзачок, который показывает нам пульс. Судя по всему, он не анимированный. Просто рюкзачок. Просто рюкзак, да. Дальше у нас идёт. Это у нас новая роль, ребята, которая тоже недавно появилась. Называется Мастер Времени. То есть, суть этой роли на 5 секунд можно перематывать время назад. Но мы, короче, разберёмся в итоге, в любом случае, в следующих видосах. Так, офигеть, не то реально Фортнайт, ребята, посмотрите. У них скины очень похожи на Фортнайт. Но как качественно сделано это, вот этот скин я бы тоже себе забрал. Блин, эта игра просто выросла в моих глазах. Просто респекто с разработчиком очень имбово сделали. И сразу же эмодзи на предыдущий скин. Так, это у нас что? Офигеть, вы видели эту эмоцию? Подойди и ударь меня, называется. Так, дальше идём, ребята. Ещё у нас, получается, ещё один ящик. Оттуда тоже может выпасть скин, роль и так далее. Ещё скинчик. Но это, по-моему, чего? А, это стиль на тот скин. Это ещё стиль. Тут можно стили менять. Так, ещё одна анимация убийства, ребята, чекаем. Так. Нифига себе, ниндзя. Чё он бомбу поставил на него? Чего? А ну? Да, он его закрутил. Получается, он поставил ему бомбу на грудь. Замотал её. И типа, ну, типа ниндзя такой. Блин, тоже прикольно. Сколько уже анимаций. Мы видели убийство, да? И это всё только в одном сезоне. Так, ладно, идём дальше. Вот такой вот осьминожек прикольный. Это, наверное, стиль, да? Нет, это не стиль. Это отдельный скин, ребята. Это не стиль на тот предыдущий. Это именно скин отдельный. Ух ты, тоже классно. Так, дальше у нас что? Это что? Чего? Чего? Мы... Что? Мы можем делать эмоции с другими игроками? Тут даже это есть. Так, идём дальше, ребята. Загрузочный экран. Ещё один. Ух, нифига себе, рюкзачок какой здоровенный. Не, ну это прям жирно так, да? Такой акваланг какой-то такой здоровенный. Так, ладно, дальше идём. Ещё одна анимация убийства, ребята. 60 старок и ещё анимация. Нифига себе. Нифига себе. В этой игре в одном сезоне уже столько анимаций киллов сделано. Кстати, вот в конце этого видео напиши, какая твоя любимая анимация убийства бывает. Всех тех, которые ты видел. Ну, какая тебе понравилась больше всего. Так, поехали дальше. Это стоечка получается, да? Полон энергии. Окей, дальше идём. Это что у нас? Скин новый, да? Скин. Смерть. Что? Легендарный скин. Охренеть просто. Это не роль, ребята. Это скин. Офигеть. Просто что? У меня слов реально не хватает и эмоций на то, чтобы просто... Ну, я не знаю. Но это просто имба какая-то. Это что такое? Я не... Это, понимаете, это игра по типу Among Us и Suspects. Вот в этом жанре. Так, идём дальше. Что это у нас тут? Стоечка. Как раз-таки для этого скинца. Офигеть. Я хочу этот скин, ребята. Вот ещё на него, кстати, идёт рюкзачок. Надгробье, что? Это просто имба. Я хочу этот скин и хочу вот это надгробье на него. Просто всё. Дальше идём, ребята. Так, это у нас опять старочки. И что? А, это на спину рюкзак, типа вот эта коса. Кстати, тоже можно будет напялить на этот скин, если мы его добьём. Так, начнём посмотреть, да когда у нас действует этот пас вообще. Мне тут наград очень много. Ещё рубашечка, ещё загрузочный экран. И у нас, опять же таки, стиль, походу, на вот эту вот девчонку, которая у нас была с самого начала. Тоже неплохо, но мы видели скины уже и получше. Так, ещё анимация или что это? А, это просто можно влупить, типа, другого игрока. Я понял. Ух ты, офигеть, эмоция какая-то, три. Блин, это тупо Fortnite. Так, это у нас что, морской конёк жирный такой, да? Это тоже, получается, отдельный скин. Это даже не стиль, это просто скин новый. Так, дальше идём. Ещё ящик. Так, это что у нас, эмодзи, да? Блин, эмодзи. Ну, там были получше, конечно. Но тоже почему нет, если бесплатно в пасе идёт. Тоже топовые эмодзи, тоже неплохо. Две подряд сразу. Анимация новая, ребята. Офигеть, просто что? Это он, типа, типа, Доктор Стрэндж какой-то или что? Контроль времени, типа. Какой-то контролёр времени, что-то типа того называется анимация. Так, дальше у нас опять старки идут. И что это? Это стоечка, получается, в которой мы можем стоять. Так, дальше, что у нас ещё? Тайм Фантом, это тоже, блин, нифига себе. Это реально какая-то коллаборация с Марвел или что? Я не понимаю. Реально, вот, да? Тупо Марвел просто. И Фортнайт в одном лице просто какой-то, да? Офигеть. Так, дальше у нас крылышки. Вот крылышки я люблю. Вот это офигеть просто. Вот такую штуку я люблю. Вот я просто обожаю всякие крылья, вот эти скины. Это прям имба. Дальше у нас, это уже 96 уровень, ребята. Ещё один ящик идёт. Так, у нас сотый уровень есть. Посмотрите, там какой-то легендарный скин показывает. Так, легендарная какая-то эмоция. Или... Чего? Это он летает? Да, это легендарная эмоция такая. Так, опять у нас старочки. И, по-моему, последний уровень. А, нет, не последний. Ты это видишь? Ты это видишь? Ты посмотри на этот скин. Это что за имба вообще? Это что, Танос какой-то? Что это такое? Охренеть просто можно. У меня слов тупо нет. Что? Так, давай дальше. Ну и получается, если мы проходим весь пропуск, то как и в Бравоу Старсе, ребята, если кто-то из вас играет, мы получаем просто вот такие вот боксы. Ну, каждую там прокачку пропуска. Ну, то есть, тут всё понятно. Вот это имба! На сотом уровне реально хочется дойти до этого паса просто. Ребята, я, конечно же, куплю этот пропуск. Но об этом я сниму отдельное видео. Обязательно я буду покупать этот пас. Я уверен, что тебе этот видос понравится. Но сначала, перед тем, как мы перейдём к картам, давай заберём награду, как мы и договаривались с тобой. Так, мы забираем вот ещё печенюшки. Я тебе потом расскажу, что можно делать с этими печенюшками. Так, нам что-то выпадает хорошее. Нам что-то хорошее выпадает, ребята. Так, 134 печенья. Фермер Кот Шарт. Это у нас ещё на костюмчик. Это мы вот, это получается, выпадают детали на костюм. То есть, если ты собираешь вот 120 вот таких вот деталек этого костюма, то ты можешь его, в принципе, создать скрафтить. Вот такая вот интересная штука здесь. Ну, нам ничего особо такого не выпало, как бы. Но в любом случае, возможно, выпадет что-то тебе. Теперь, самое главное. Я хочу показать вам конструктор карт. И один из моих видосов, которые выйдут по этой игре, будет связан именно с созданием карты Особняк Подозреваемых. Мы будем создавать её вместе с подписчиками. Будем делать это в нашем Дискорд-сервере. Поэтому присоединяйся в мой Дискорд-сервер. Ссылка на него находится в описании. Также я буду снимать очень много видео по этой игре, потому что она мне очень понравилась. И, соответственно, естественно, конечно же, я буду снимать их с тобой. А с кем же ещё? Поэтому, друзья, добавляю всех. Тут, в принципе, проблем вообще с этим нет. Поэтому, ребята, поехали смотреть, что у нас по конструктору карт. Давай их поглядим. Классика. Так, вот, ребята, у нас есть ранговые матчи, получается. Есть классический. Есть проб-ханк. Я не знаю, что за режим. Есть амбаш. Ну, короче, в каждом режиме есть свои какие-то роли. И здесь нас интересует вкладочка воркшоп. Мы её нажимаем. И здесь мы видим, как кто-то создаёт свои карты. И как в Бравл Старсе. Опять же-таки, если ты играешь в Бравл Старс, ты знаешь, о чём я говорю. То там карты, за которые голосуют. Вот, видишь, тут 232 тысячи, 776 тысяч игроков. Им понравилась эта карта. И поэтому она идёт здесь в ротации. То есть на неё можно зайти, на ней можно поиграть. Что мы, в принципе, можем и сделать сейчас. Вот, посмотри, видишь? Вот так вот выглядит игровое лобби. Здесь я могу пригласить своих друзей, как вы видишь. Вот они у меня, да? Они пока что в АФК. Но я могу их пригласить по факту. И, получается, мы можем, в принципе, зайти на эту карту и на ней поиграть. Но нас интересует создать свою карту. И здесь вверху есть кнопочка My Script. Мы на неё нажимаем и просто нажимаем на кнопочку Create Script. Здесь, как бы, это не просто меню. Здесь, получается, то, что мы добавляли в избранные. И здесь, то есть, наши карты. Как вы видите, я ни одной карты пока не создал. И для того, чтобы её создать, мне нужно нажать на кнопочку To Create. То есть, что в переводе на русский, создать. Логично, да? И вот так вот, ребята, выглядит у нас конструктор карт. Давайте для начала просто я, для примера, я не буду сейчас ничего строить особо. Я просто хочу показать вам, как это работает. Вот так вот мы делаем, получается, да, это где-то по центру. Да, это где-то по центру. Так, есть. Всё, мы создали, ребята, главную комнату, в которой мы будем, ну, получается, появляться мы здесь все будем. И нам нужно что? Нам нужно сюда добавить какие-нибудь, я не знаю, ну, наверное, какие-то предметы, например. Ну, вот, Emergency Meeting, например, да? Да, поставим его в центре. То есть, это, в принципе, как и в Suspects, получается, будет. У нас будет стоять здесь стол для того, чтобы собрать собрание. Мы его здесь и поставим, получается. Правильно? Ну, почему нет? Дальше. Переходим обратно в наш режим. Вот он у нас стоит, получается, да? Мы можем его поменять как угодно нам. То есть, ну, тут можно все текстуры ставить, в принципе. И дальше. Например, нам нужно создать коридор, ребята. Давайте, очень интересно будет создать реально карту особняк и поиграть на ней вместе с вами. Но это реально будет интересно. Теперь нам нужно создать, получается, коридор. Мы создаем коридор. Так. Это у нас нет. Это у нас выход на улицу. Давай уберем этот коридор. Например. Надо что-то по текстурам подобрать, что-то похожее. Например. Например, вот это вот, да? Это у нас более длинный коридор. Мы вот так вот сделаем. Так. Отлично. Ну, плюс-минус подходит, да? Клеточку нет такого, да? Жалко, клеточку нет. Было бы в клеточку, ребята. Поставили бы в клеточку. Но, к сожалению, что есть, то есть. Ну и, в принципе, ребята. Вот так вот и создается карта вся. И, в принципе, вот так вот это и работает Например, нам нужно повернуть Мы делаем вот так вот, вот, и мы, типа, выходим на улицу Здесь у нас, получается, будет наша гостиная Здесь у нас лобби наше, где мы будем появляться Тут у нас библиотеку мы создадим, короче Тут столовую, тут у нас кухня будет Ну, в общем, мы все это сделаем, ребята Когда уже к этому, ну, то есть Это не за один час делается, не за два На это нужно будет убить какое-то количество времени Я для вас уже подготовил на завтра два видоса Аж целых, и этот видос тоже выйдет Уже, скорее всего, в этот же день То есть, ожидайте сегодня еще два видоса Скорее всего, вы смотрите это видео утром Потому что я записываю его ночью, то есть, ну, вечером Поэтому, ребята, ну, все будет, ребята, потихонечку По этой игре я думаю снимать побольше видосов Потому что вы видели этот пропуск Вы видели эти скины, вы видели все вообще Что я вам показывал в этой игре Ну, просто это какая-то имба, я не знаю Просто на сегодняшний день это пока что лучшее, что я видел Ну, просто лучшее я пока что просто не видел Теперь, ребята, здесь есть гифт-коды Если вы хотите, чтобы я продолжал снимать эту игру Если она вам реально понравилась Я буду играть в эту игру, ребята То есть, я не бросаю со спектом Я не перестаю снимать зубу Но я буду играть в эту игру так же И очень много хочу видосов записывать по ней Потому что, ну, просто обнова мне очень понравилась И это во-первых А во-вторых, здесь появился сезонный пропуск И вы видели, какие там топовые награды Поэтому, ребята, ну, тут просто нет шансов Эта игра просто взорвет Я уверен в этом просто Вы сами это видели Очень много бесплатного всего Ежедневной награды Куча всего И, конечно же, я пробью у разработчиков Подарочные коды для вас Я, конечно же, могу делать розыгрыши по этой игре Если тебя она заинтересует А она тебя точно заинтересует Я в этом просто уверен И поэтому, ребята, просто ожидайте видосики В ближайшее время Потому что я хочу прям добить эту игру Я хочу, чтобы разработчики перевели ее на русский язык И я думаю, что мы с вами сможем с ними об этом договориться Но это все не без вашей помощи, естественно И я очень хочу забрать тот топовый скин Тут также есть, ребята, в Squid Game Например, вот, смотрите, мы можем играть в Squid Game Посмотрите, задание Мы можем Тут серьезно Тут есть карта Игра в кальмара Я реально вам говорю Тут есть такое Но я хочу снять об этом отдельное видео На один видос это все не вместить просто Это нужно все делать по отдельности Потому что очень много всего Так, вот посмотрим карту, ребята Смотрите Карты, посмотрите Карты, ребята Посмотрите на эти карты Что это такое? Это задание, которое нам нужно проходить Для того, чтобы забирать награды Просто чекай Конечно, это карты с Амонкас Но, тем не менее Просто посмотри на это Это же, ну, это имба просто Task Collection Это коллекция заданий То есть то, что мы можем проходить Для того, чтобы открывать вот такие вот прикольные награды Притом это бесплатно полностью Посмотри, сколько здесь Сколько здесь всего И сколько заданий ты про... Это даже с пропуском не связано Это просто задания Ежедневные Потом недельные И так далее На какой-то роли поиграть В общем, тут очень много всего интересного И что самое главное Я хочу вот этот Тут просто очень много анимаций убийства Я буду покупать, конечно же, пропуск здесь По-любому Но это я сделаю на одном из следующих видео По-любому Сейчас мы домотаем до конца Я хочу закончить видос Именно с этим топовым скином Во-первых Это тоже имба, конечно Но я хочу именно с тем закончить Который вообще прям порвал просто Вот это просто что это? Просто что это? Это такое Легендарный скин Мастер времени Или временной мастер Просто имба Конечно же, на геймплей уже времени не хватит На этом видео Но ты видел все Что тебе нужно было увидеть Потому что Ну это просто имбище Я очень впечатлен этой игрой Если ты хочешь еще больше видосов По этой игре Да ты по-любому напишешь в комментариях После увиденного Снимай больше эту игру Просто топ-пушка Вообще огонь Рвет просто Ставь лайк Подписывайся на канал И не забудь нажать на этот радостный колокольчик Чтобы ничего не пропустить Ну ребята Потому что Ну вы сами все видели Это просто Ну это бомба Это пушка Ну по-другому Я просто не знаю как еще сказать Но это имба Это реально имба Скачивай топ-тап на свой телефон В этом топ-тапе Просто в поиске Прописывай Супер САС Оно будет в названии В описании В закрепленном комментарии Правильное название Так что ты точно не потеряешься Скачивай игру Попробуй поиграй Ну просто ощути на себе Как это круто просто Вот когда разработчики Действительно занимаются игрой Вот так вот оно выглядит В общем Увидимся В следующем Видео Субтитры сделал DimaTorzok